В общем, там чувачки стоят, общаются. Сейчас понаблюдаем. Возможно, он хочет сэкономить 8 гривен и залезть на платформу не через этот. Хорошо. Он стоит. И может просто хочет с другом пообщаться. Другой надо ехать. А они все никак всем утра расстаться не могут. Странно. Такое чувство, что один уже залез, а второй еще нет. Если честно. Возможно, когда придет электричка и все будут отвлечены, он быстро так хоп-хоп. И выбежали. Я, конечно, уже этого момента ждать не буду, потому что электричка может так хоп и закрыть окна. О, господи, окна, дверь. Так, так, так. Так видно, да? Смотрим. Ну, что ж, не стремится, он есть. Она действительно ждет удобного момента. Может, меня засеку еще тоже. Посмотрим. Поправлю пока притеху, у вас было уже так жарко, я уже не могу. Я вот эти вот два дня практически не снимала, потому что в один день у меня была встреча. Вот. Максимум. В один день у меня была встреча. Я приехала с ней где-то в три часа. Я была никакая. Я вот легла и больше там, ну, вставала так по мелочам всякое. И даже прохладный дождь приняла. Ничего не помогает уже все, знаете, как разваренная макаронина. Ну, в общем-то, да, еще, кроме этого, я на следующий день вот это вот мы гуляли, тут уже приехала домой. Вообще никакая. Ну, там мы еще пока с Борисполя возвращались. У меня сестра живет с той стороны от Киева. И у него как раз был мой папа, и он должен был уезжать с племянниками. Я позвонила, как раз оказалось, что время то, что надо. И я их еще захватила, отвезла на вокзал, чтобы они не тратились на такси. Потому что мы все равно живем дальше, чем вокзал. Ну, мы маленький крюк сделали. Ну, зато и с ними увиделись, и всех завезла. Порадовала семейство. В общем, карму рода подчистила. Вот. А вчера Настя пришла домой в таком плохом состоянии. Ее даже известие о том, что я уже билеты в Польшу купила, не сильно обрадовала. Ну, точнее, ее очень обрадовала, но ей было очень плохо, и она не могла особо радоваться. В итоге, как оказалось, она пошла полежать, сказала, что у нее голова кружится, что она на солнце пересидела. Ну, я как-то отнеслась к этому скептически. А в итоге оказалось, что на физкультуре она сейчас освобождена, так как у нее были проблемы с ногами. Ну, и были, и есть, но сейчас уже поменьше. Они такие серьезные, как раньше. И она освобождена на полгода. Уже прошло два месяца из-за тех полгода. Ну, до этого она была год вообще освобождена от всего. И сейчас уже полгода освободили только от физкультуры. А то даже от всех разнятий, домашнего обучения, к ней учителя должны были ходить домой. Но наши учителя никуда не ходили. Вот. В основном звонили, хотели по скайпу, но у Насте тоже это было удобнее. Но Настя неорганизованная, объехать, когда я на работе, я не могу до днях стоять, ей это плохо. Ну, знаете, у учителей тоже то занятия, а потом, когда у них нет занятий, Насте плохо или она в больнице. Ну, то есть какие-то такие. Вот. И со всеми состыковаться. То есть с некоторыми занималась, с некоторыми нет, как попадала. И вот сейчас она освобождена от физкультуры, но при этом учитель физкультуры требует, ну, в принципе, понятно, что это же ответственность за жизнь и здоровье. В общем-то, требует, чтобы она находилась в его поле зрения на уроках физкультуры. И вчера его поле зрения, это было исключительно места на солнце. То есть в тень, чтобы уйти, это было уйти с его поля зрения. И он требовал, чтобы она всегда находилась в его поле зрения. И вот после урока физкультуры ей стало очень плохо. Она добрела домой. Дома немножко полежала. Поэтому пришла ко мне такая вся бледненькая, как знаете, и говорит, ну, да, градусник, померяем температуру. В общем, померили, у меня было 39,5. Ну, при этом простудных, никаких симптомов не было. Ой, электричечка едет. Никаких симптомов не было простудных. Продолжение следует...